И более детально о событиях на саммите в Рейкьявике поговорим с заместителем председателя комитета по вопросам гуманитарной информационной политики Евгения Кравчук присоединяется к нашему эфиру. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Как раз сегодня вернулась из Рейкьявика, где принимала участие в этом саммите. Он, кстати, его уже называют историческим. И я хотела бы все-таки объяснить разницу между Европейской комиссией и Советом Европы, потому что Совет Европы это намного больше стран, чем Европейский Союз. И важность этой площадки для Украины, потому что Украина уже член Совета Европы, мы активно в ПАСЕ, у нас два сейчас комитета, которые возглавляют украинцы, украинки. И важно, что там не только такие страны, страны именно Европейского Союза, а нейтральные страны, которые тоже подписали это соглашение, это и Швейцария, и другие страны. Конечно, важно, что все абсолютно страны J7, большой семерки, они присоединились к подписанию реестра. Поэтому стран может быть намного больше, чем 43, которые сейчас на данный момент присоединились. Евгения, а уточните, пожалуйста, в сюжете нашего коллеги Алексея Масуки шла речь о том, что шесть все-таки стран не подписали это соглашение. По данным Европа правды, среди этих стран Азербайджан, Армения, Босния, Герцеговина, Венгрия, Сербия и Турция. Да, это действительно те страны, которые не подписали. Корреспондент из Брюсселя называл Болгарию, нужно реабилитировать Болгарию, Болгария присоединилась. То есть, если говорить о странах Европейского союза, то это только Венгрия, которая не подписала. И на самом деле это вызывает и вообще заявления и действия Венгрии, они вызывают фрустрацию у Брюсселя. Если говорить шире, то, ну понятно, Сербия, Босния, Герцеговина, они пребывают под влиянием России, и Армения, Азербайджан также. Есть нюансы, они в том регионе, очень близко к России, и Россия на них влияет, но это не означает, что эти страны не присоединятся позже. Конечно, разочаровывает позиция Турции, в то же время, когда Турция занимает очень четкую позицию, например, по Крыму, и то, что Крым, как и родина коренного народа Украины, крымских татар, это Украина, и Турция никогда не признает аннексию. Но вот это специфика внешней политики Турции. В то же время это им позволяет, например, влиять на Россию, чтобы все-таки вот такие соглашения, как зерновая сделка, они были продолжены, невзирая на какие-то вопли, сопли России. Да, что, собственно, и произошло до 18 июля, зерновая сделка была продолжена, и это не может не радовать. Но еще о событиях на саммите. Владимир Зеленский выступил на саммите традиционно уже по видеосвязи. Он говорил о важном, о том, что Украина сейчас нуждается в дополнительных системах ПВО и ракетах, чтобы закрыть небо над всей территорией нашей страны. Кроме того, на этой неделе у президента были важные визиты в Европу, где он также говорил о необходимости создания коалиции истребителей. Евгения, скажите, понимают ли сейчас западные партнеры всю серьезность вопроса? Понимают ли, что Путин в отчаянии и уже использует свои кинжалы лишь за май месяц 7 штук? Ну, вы знаете, то, что украинцам было понятно с самого начала войны, с 2014 года и вот, собственно, после полномасштабного отражения, это понимание, оно приходит постепенно. И, конечно, большая заслуга наших сбройных сил, то, что они показали, что Украина не только может успешно обороняться, но и вести контрнаступление. И никаких там три дня, две недели или сколько там планировали не будет. Поэтому с каждым, скажем так, месяцем мы получаем все больше и больше западного оружия, о котором мы там даже и не могли мечтать или говорить, ну там, еще год назад. Действительно, так же, как сначала казалось невозможным получение патриотов или получение танков, помните, какие флешмобы мы делали по поводу Three Leverpods и других западных танков? Поэтому мы понимаем, что рано или поздно решение по истребителям будет принято. Тут понятно, что вопрос только времени. И сейчас мы уже слышали заявления от некоторых стран, что они готовы начинать уже тренинги для наших пилотов. И это очень важно, потому что это, ну, по крайней мере, речь идет не менее четырех месяцев для тренинга, а лучше там хотя бы шесть. И пока вот политическое решение созреет и найдутся деньги, потому что это действительно очень дорого F-16, то у нас будут уже пилоты, которые смогут на них летать и их использовать в бою. А то, что президент говорил о ПВО, это тоже абсолютно понятно, потому что его выступление было на следующий день после этой атаки, когда несбиваемые кинжалы просто в хлам были разбиты над Киевом. И это, наверное, то, что бы сказал любой человек из Украины. И в зале в это время были как раз те лидеры, которые и предоставили западные air defense systems. И еще одну важную тему поднимали на саммите в Рейкьявике. Известно, что накануне в Украину к родителям был возвращен еще один ребенок. Это Анна Мария, шестилетняя дочь наших украинских военных, которые длительное время находились в российском плену. Об этом сообщал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубенец. И о таких вот детях, о депортированных детях Российской Федерации говорили и в этот раз на саммите. Теме уделял внимание Эммануэль Макрон. Так ведь? Ну, не только Эммануэль Макрон. Конечно, он об этом и сказал во время своего выступления. Но в таком заявлении по итогам саммита было отдельное заявление по депортированным, по украденным украинским детям. И сейчас мы видим, что все больше и больше стран принимают отдельные резолюции. Вот, например, Исландия, в которой проходил саммит Совета Европы, уже в понедельник будет рассматривать эту резолюцию в Комитете международных дел. Мы встречались с этим комитетом, и они хотят это провести еще до своих летних каникул. Поэтому эта тема близка, понятно, вызывает эмоции у абсолютно всех нормальных, здравомыслящих, цивилизованных людей. Я бы, если вы позволите, хотела бы еще чуть-чуть рассказать о главном, собственно, результате этого саммита, о реестре ущерба «Register of Damage». Потому что это, по сути, первая не просто декларация, это первое соглашение юридическое, которое под эгидой Совета Европы, поэтому не нужно будет ратифицировать в других странах, там отдельно принимать ратификацию. И, фактически, мы в ГААГе создадим уже реестр, который будет, по сути, это не просто Украина говорит, вот нам ущерб. А все 40 плюс стран это подтверждают. Это первый шаг к получению репараций. Это не только тот ущерб, который нанесен инфраструктурой, и государство будет претендовать на репарации, но и люди, которые пострадали от, ну, фактически, оккупации, или здоровье пострадало, или их жилье, они тоже смогут написать эту заявку в ГААГу, и когда будут уже найден механизм получения денег от России, они тоже получат какую-то там сумму, которая будет вычислена там по международным нормативам. Евгений, ну вот, если еще поговорить о событиях на этом саммите, хочется отметить такую активность со стороны Франции в целом на этой неделе. Мы знаем, что Франция на этой неделе подписала декларацию о поддержке Украины в НАТО. Макрон, опять же, говорил об обучении украинских пилотов на самолетах западного образца, вспоминал детей. И, кроме того, накануне появилось сообщение о том, что Сенат Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. И, собственно, это подтвердил и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Как вы оцените вот такую активность Франции и, в целом, ее поддержку украинскому народу? Ну, вы знаете, я вот следила за поездкой Владимира Зеленского, он же был и в Италии, и в Франции, и в Британии, и в Германии. И я просто вижу уже такую хорошую конкуренцию между этими странами. То есть, если сначала нужно было там вытягивать, кто первый, никто не хотел бы первым, сейчас уже они смотрят, ага, Британия там пообещала по пилотам, тогда Франция тоже пообещает. Есть же все-таки это историческое, да, между этими странами такая, ну, хорошая конкуренция, скажем так. Это раньше были войны, а сейчас все живут мирно. И это очень важно, потому что каждый лидер, который выступал на саммите в Рикявике, их внимательно слушала, они все говорили, что мы будем с Украиной столько, сколько это нужно будет для победы. Это очень важно, потому что все эти месседжи о том, что все устали в Европе, денег больше нет, Европа должна была уже вся замерзнуть зимой, как вы помните. То это неправда, и поддержка только, она возрастает. И еще уточнение, давайте обсудим визит возможный президента парламентской ассамблеи Совета Европы Тинью Кокса, который собирается ехать в Украину. Чего ожидаете от этого визита, и, собственно, какие планы у президента ПАСЕ? Ну, кроме президента ПАСЕ приедут и главы всех политических групп, это как фракция в парламенте Украины. В ПАСЕ это там либералы, консерваторы, социалисты, ИПП. Вот руководители тех групп, они также приедут в Украину. Это очень важно, потому что первый визит был в прошлом году, если я не ошибаюсь, еще в апреле. С того времени очень многое изменилось. В Киеве тогда они не были. И понятно, что это важно, держать руку на пульсе, и чтобы люди видели, как живет Украина во время войны. Но также я надеюсь очень, что и Тени Кокс как-то более объяснит то, что он сказал по поводу выборов. Потому что я с ним общалась и с его советниками, и с ним. И он как раз не имел в виду никакие выборы в конкретном году. То есть понятно, что выборы должны после войны быть демократические, конкурентные. Мы есть страна, где власть меняется как раз или подтверждается во время выборов, а не цементируется на 28 лет, как в России, или 25. И понятно, что это будет вызов провести первые выборы после войны. Но точно это не будет во время военного стану, и никто нарушать конституцию не будет. Ну и понятно, что есть проблемы и с заминированием территории, и с тем, что 4 миллиона избирателей, то есть людей старше 18 лет, они сейчас где-то в других странах. Да. Ну и еще все ждали, ожидали и следили, наверное, за визитом и проявлением Китая. Сейчас себя как в роли посредника. Знаем, что были первые сообщения вчера о том, что Дмитрий Кулебов встретился со спецпредставителем КНР Лихуэем. Как можете в целом прокомментировать действия Китайской Народной Республики, которая говорит о своем мирном плане? Мы напоминаем о своей формуле мира, которую представил Владимир Зеленский, о тех 10 шагах, которые непосредственно необходимо выполнить. И главным условием является это выведение войск Российской Федерации с территории Украины. Ну, конечно, важно, что эти разговоры идут. Потому что вот после звонка двух лидеров стран Китая и Украины был представлен этот спецпредставитель, он уже был в Украине. И важно, что он переехал в Киев. Важно, что... Кстати, опять же, это было на следующий день после атаки этой ночной, когда все 100% ракет посбивала украинская ПВО, ну, западного образца, понятно. И это было, наверное, тоже как-то каким-то образом хотели россияне там поиграть мускулами, показать Китаю, что вот мы можем в любой момент Киев поразить, но не удалось, и это тоже важно. Я считаю, что слышать о формуле мира и чего она состоит, очень важно напрямую, да, что украинцы сказали. Мы никакими-то территориями отказываться не будем. Мир должен быть... Будет честно только-то, когда, собственно, те, которые начали эту войну и все международное право нарушили, они будут где-то в трибунале, а Россия заплатит репарации. И важно, чтобы Китай это слышал от наших представителей напрямую и логику, и аргументацию также. А как вы считаете, услышит ли Китай это? Потому что все же по сей день продолжается эта риторика, что это все-таки украинский кризис, а не война, тяжелый вопрос украинский и прочее, прочее. Интересно было бы узнать, побывал ли Лихуэй под воздушной тревогой и слышал ли он работу, украинское ПВО? Ну, не знаю, он ночевал или нет, потому что если ночевал, то слышал, а если приехал уже днем, то нет. Но в любом случае, нам вот какие две самые важные вещи. Понятно, у нас изолюция, когда Китай там не поддерживает, это очень не огорчает, или они там в Совете Безопасности как-то вместе с Россией, это огорчает. Но есть, как говорится, там красные линии. Красные линии — это то, чтобы они не передавали никакое оружие России. Это очень важно, потому что Россия однозначно просит об этом Китай. И второй момент, и об этом уже в заявлениях Китай очень четко сказал, что никакого ядерного оружия, потому что у Путина, как только что-то постоянно идет не так, он там начинает как-то намекать на ядерное оружие. А Китай четко говорит, что это тема табу, забудьте, и вот этот шантаж, он, собственно, и на этом и заканчивается, как только там из Пекина крысят пальчиками. — Евгений, еще один вопрос к вам, как к заместителю председателя комитета по вопросам гуманитарной информационной политики, насчет пропаганды на временно оккупированных территориях. Расскажите, какие мессенджеры сейчас продвигают оккупанты там, как создают в целом информационный вакуум, и кто контролирует СМИ на этих территориях. Много ли в целом Кремль вливает денег в это пропагандистское войско? — Ну, конечно, если говорить о пропаганде во всем мире, то это миллиарды-миллиарды долларов. Потому что Russia Today, хотя в Европейском Союзе забанено, то в Южной Америке, в Африке, на разных континентах и на разных языках они вещают и врут, а кто-то верит. Что касается последних мессенджей, то если говорить в общем по России, то они пытаются там рассказать, что никакие кинжалы не были сбиты, а наоборот, там как-то патриот пострадал, что просто вранье, и мне кажется, уже в самой России не сильно верят. А на оккупированных территориях мессенджи это стабильно, это то, что Россия здесь навсегда. Ну, Россия навсегда была и в Херсоне, и там других, в Харьковской области. — Да, у меня даже есть, там я показывала в Сразбурге, в заседании Совета Европы, вот эти агитки из Херсона, которые привезли, и там вот тоже Россия здесь навсегда. Поэтому, но тем не менее, коллаборанты этому не верят, и сейчас уже там подскладывают свои вещички и уезжают. Причем уезжают не только из тех территорий, которые там были оккупированы после 24 февраля, но и с Луганска, с Донецка, и даже из Крыма. Поэтому есть пропаганда, есть объективная реальность, и достаточно посмотреть в окно и увидеть Бавовну в разных городах. — Да. Евгения, спасибо вам большое за последнюю информацию, за ваши ответы. Евгения Кравчук, заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной информационной политики, была в эфире «Фридема». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова